Дорогие друзья, если человек без чувства юмора, это беда. А если он не способен иронизировать над собой, это трагедия. Я отношусь к себе с большой долей иронией. 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 Я понял, что в последнее время ничего и никто не дарит мне такого удовольствия, как Дмитрий Гордон. Если вы вдруг жили в пузыре и не знаете, кто такой Дмитрий Гордон, то это просто атомный мужик. У него 900 интервью, 59 книг, 4 музыкальных альбома, 7 детей. Он квартиры сдает в аренду. Это шоколадом торгует. Вообще все делает. Я думаю, что Бэнкси — это Гордон. Я познакомился с творчеством Дмитрия Гордона благодаря его интервью с Алексеем Панниным. Но только старым интервью. У него есть два интервью. Первое. Второе. Я думаю, должно быть еще третье. Трилогия интервью с Панниным. Точнее, не полному интервью, а вырезке, небольшому кусочку. Это достаточно популярное видео. Оно набрало 1,7 миллионов просмотров. Длится оно где-то минуту. И называется оно следующим образом. Паннин, двоеточие, прямая речь. Я мечтаю отсосать в кадре. Я первым делом зашел в комментарии. Там топовый комментарий. Мужик сказал, мужик сделал. В общем, в чем суть этого видеоролика? Сидит Алексей Паннин на интервью Дмитрия Гордона и говорит ему следующее. Цитирую. «Если бы это было нужно для роли, то я бы отсосал в кадре». И Дмитрий Гордон отвечает ему. Ух ты. Да вы что? Я думаю, если бы Паннин отсосал Гордону в кадре, то Гордон бы такой. Ух ты. Да вы что? Возможно, вы видели, что у Дмитрия Гордона недавно появился официальный магазин мерча Дмитрия Гордона, где он продает футболки со своим лицом, где он продает птичье молоко, Гордон в шоколаде, вкус детства. И я вообще не зря поднял эту тему с Дмитрием Гордоном, потому что, возможно, это будет нескромно, и вы мне не поверите. Но, тем не менее, это так. Перед вами стоит человек, который придумал и реализовал идею официального магазина, официального мерча – Гордон Шоп. И мне в какой-то момент просто пришло, мне нечем было заняться, я создал небольшую презентацию, типа, вот можно сделать мерч для Дмитрия Гордона, отправил ему в Инстаграм, в Директ, и он ответил мне. Он говорит, да, давайте приезжайте, поговорим, обсудим. У меня так глаза в жизни никогда не горели. Я ехал на эту встречу, мне плевать было, как закончится эта встреча, типа, договоримся мы о чем-то. Нет, мне просто было интересно потрогать, это голограмма или это что, это, ну он настоящий человек вообще. Я приехал к нему на встречу, это было возле офиса Гордона, вы, наверняка, киевляне видели этот офис, да, где вообще все люди планеты изображены у него на интервью. У Дмитрия Гордона, у него же все друзья. Дмитрий Гордон – это такой тип, у которого ВКонтакте было 12 тысяч друзей, понял, вот это. Я приезжаю, у нас был недлительный разговор, очень приятный, 10 минут был где-то разговор, 9 с половиной из этих 10 минут я слушал комплименты в свою сторону. И вот когда мы уже ударили по рукам, договорились, что мы будем все делать, он мне говорит, Феликс, ну имейте в виду, я никого никогда не обманывал. Меня обманывали часто. Людей, которые обманывали меня из своего бизнеса, я выжигал каленым железом. Господи, у меня в этот момент пот выступил, думаю, слава богу, хотя бы кадык не вырвал, и то, бля, спасибо, это кошмар какой-то. Много интересных вещей продается в этом магазине, советую вам зайти и что-нибудь купить. Больше всего мне нравятся книги Дмитрия Гордона. Дмитрий Гордон написал 59 книг, и вот буквально 3 месяца назад он закончил свою литературную карьеру, потому что, цитирую, Феликс, мы не можем плестись в хвосте, мы будем идти в авангарде, сказал Дмитрий Гордон и пошел записывать интервью с Сергеем Пенкиным. У него потрясающие книги, купите хотя бы одну. Возможно, вы не будете читать, но просто визуально это потрясающе. Там портрет Гордона и названия такие крутые. Вы что, ничего не читали? Души отдушина, как перед Богом, между строк, свет и тень, Зеленский и... Феликс, когда я подарил эту книгу нашему президенту, он мне сказал, Зеленский, В... Я не ожидал, что это так завирусится, потому что в какой-то момент у нас заказала футболку Марьяна Ро, потом Фейс, потом он повез в Стамбул эти футболки, носил Моргенштерн. Чтобы вы понимали, у них с Соловьевым, с одним известным российским пропагандистом, батл какой-то, они там друг друга не любят, и Соловьев по России 1, по главному каналу России, самому популярному, в прайм-тайм, в своей передаче, показал наш магазин. Под предлогом, типа, смотрите, вот украинцы вообще, каким человеком вы восхищаетесь. Говорит, сайт, гордон-шоп и показывает маски, подушки, чашки. Я на следующее утро захожу, у нас плюс 500 заказов из России. Я первый человек, который заработал денег на Соловьеве в Украине, вы понимаете? Час с Головановым, знаете такую передачу, да? Там, спасибо, там, в общем, тоже популярная передача, где Дмитрий Гордон сидит с Головановыми, они там три часа обсуждают какие-то политические новости, и Дмитрий Гордон в эфире этой передачи, когда его спросили, откуда появился этот мерч, сказал следующее, говорит, у нас есть партнер, Феликс Редько, он стендап-комик, мастер юмора. Мастер юмора. Перед вами не хер пойми кто, перед вами мастер юмора. Я мечтаю, чтобы этот прикол закончился тем, что я бы попал на интервью к Дмитрию Гордону. Просто хотя бы ради вот этого голоса, который под музыку брутальную начитывает. Феликс Редько, трое детей, не женат, мастер юмора. Вот это вот все. Если у вас на данный момент остались какие-то сомнения касательно величия Дмитрия Гордона, и вы со скепсисом относитесь к его личности, я вам расскажу финальную историю, которая наверняка переубедит вас. Мы иногда созваниваемся с Дмитрием Гордоном по нашим бизнес-делишкам. И мне набирает Дмитрий Гордон. И я всю жизнь думал, что я никогда не смогу поговорить с Дмитрием Гордоном по душам. Все будет касаться только кружек и футболок. И вот мы заканчиваем наш разговор, один из наших разговоров. И Дмитрий Гордон, вместо того, чтобы сказать до свидания, он говорит, «Ну так а что у вас вообще, как дела, Феликс?» Я думаю, надо пользоваться шансом. Я говорю, «Дмитрий Ильич, все потрясающе. Смотрел недавно ваше интервью с Марией Санду». Мария Санду — это девушка, которая сейчас президент Молдовы. И он говорит, «Да, Феликс, я вам по секрету скажу. Это я ее сделал президентом Молдовы». И я такой отвечаю ему, «Ух ты! Да вы что!» И вот однажды мне звонит Дмитрий Гордон. И мы, в общем, обсуждаем рабочие моменты. Он говорит, «Феликс, а можем ли мы продавать вот эту книгу? У меня книга есть еще. Хорошо, да, можем, конечно». Говорит, «А вот мы планируем еще Зефир Гордон продавать. Можем мы Зефир Гордон продавать?» Я говорю, «Да, конечно, вообще никаких проблем». Говорит, «Блин, Феликс, тут еще один момент. Хотел с вами посоветоваться. Скажите, пожалуйста, у меня тут немножко завалялось. Можем продавать кульки?» Я такой, прошу прощения, «Что?» Он говорит, «Кульки шикарнючие у меня 500 штук лежит на складе». Говорит, «Двухсторонние с моим изображением красивые». Я говорю, «Дмитрий Ильич, а ну-ка отправьте мне фотографии этих кульков. Сам при себе думаю, что? Какие кульки?» Дмитрий Ильич отправляет мне кулек. И я не могу вас лишить удовольствия посмотреть на этот кулек. И, значит, вот такой вот шикарнючий, как и обещали, двусторонний кулек. Слышали, в Украине пластиковые пакеты запретили? Угадайте, из-за кого? Кулек? Думаю, простя, кулек? Мы будем продавать кулек? Кто купит кулек? Говорю, «А за сколько вы хотите продавать его, Дмитрий Ильич?» Он говорит, «Вот тут тоже хотел с вами посоветоваться. Вот подскажите, мы не слишком продешевим, если поставим цену 100 гривен? За кулек!» Внутри меня все горит. Я думаю, вот как ему объяснить, что это неадекватно. А потом в какой-то момент мне приходит мысль. Доверься. Неужели ты, Феликс, рожден на этот белый свет, чтобы отговаривать Гордона, продавать кульки по 100 гривен, а? Я говорю, «Да, давайте, высылайте». Он высылает, сука, и за месяц продалось 500 кульков. Как он это делает, а? Я захожу в сторис, Бардош гуляет вот с кульком, а? Девочка, которая у нас делает отправки, она говорит, «Я с ума схожу! Я кулек кладу в кулек, потом запечатываю в кулек новой почты и отправляю людям. Это ужас какой-то». Спасибо большое, ребята, у меня все. Феликс Редька. Родился 20 января 1998 года в Сумах. Известный украинский стендапер, мастер юмора. Стал известен благодаря тому, что продавал кульки Дмитрия Гордона. Женат, имеет троих детей.